Исаков, Егорова, Кутузов и Шоу. Бернард Шоу на Страна ФМ. Вот мне кажется, что сейчас немножко неправильно. Исаков, Егорова, Кутузов и Пушноу. Пушноу? Ноу. Александр Пушноу у нас в гостях, друзья. Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Как мне сегодня нравится эта вот неестественная бодрость утренних ведущих. Как будто вас с вечера зарядили. Надо по-другому. Ребят, ну все-таки 11 утра, 10 утра, не все еще проснулись. Саша, не раскрывай, пожалуйста, нашу ложь, которую мы плели так искусно. Да, они спят между эфирами. Саша, давай сразу к делу. У нас сегодня тема была такая, строчка из какой песни ты бы описал свои выходные. Вот у кого, как не у тебя, мы должны были это спросить. Ничего удивительного не будет. Я думаю, что я буду в общем тренде. Звучит это примерно так. Зима, холода, одинокие дома, Москва, все как будто изо льда. И вот это примерно строчка известной песни, по-моему, Андрея Губина как раз. Да, само собой. И описала все выходные. Ну и с другой стороны, конечно, праздник. Все-таки мы праздновали, несмотря ни на что. Праздновали и первое число, и девятое число, и День Победы, и День Солидарности Трудящихся. Ну а если серьезно, чем занимался? Да ничем не занимался, если серьезно. Ну то есть я, так как сейчас живу в достаточно новом для себя... Не новом, а пять я живу в новом режиме для себя. У меня девятимесячный ребенок. О, поздравляю. Появился третий. Третий девятимесячный. Третий девятимесячный ребенок. И поэтому я живу, соответственно, в его расписании. Как бы мы ни хотели жить по-своему, живем в его расписании. Ну то есть ты опять молодой папаша? Ну типа да, но раньше, когда у меня не было детей, я думал, что у меня нет свободного времени. Когда у меня пился первый ребенок, я понял, что тогда у меня было свободное время. Потом, когда у меня пился второй, я понял, что когда у меня был один ребенок, у меня было свободное время. Сейчас я понял, что вот так раз, когда у меня было двое детей, у меня свободное время было. Какую песню поет Александр Пушной своему девятимесячному? Девятимесячному он мне поет в основном. В основном на ультразвуке. А я музыку не пропагандирую в семье. То есть я раздаю ее как некий возможный вариант развития событий. Но, например, старший попробовал, ему не понравилось. Младший попробовал, ему понравилось. Мы за это схватились. И сейчас продолжаем его мучить. Вот он на пианино нажимает на клавишу. У него в середине уже мая какой-то там очередной выпускной концерт. Я его произведения все знаю наизусть. Это школа музыкальная, да? Это пианино. Помогал в постановках, в репетициях? Нет. Я вообще такой либеральный папа, с одной стороны. С другой стороны, очень ленивый. То есть я по форме очень жесткий, а по содержанию очень мягкий. То есть я могу говорить, ну-ка, что это такое? Ну-ка, все быстро! А потом все, а можно еще? Я говорю, ладно, можно еще. То есть Александр Пушной прикрывает свою лень либерализмом. Друзья, нам нужно прерваться на музыкальную паузу. После этого вернемся и продолжим беседу с Александром Пушным. Задавайте свои вопросы в нашу группу ВКонтакте «Бернард Шоу» и «Страна ФМ». Самые интересные из них мы обязательно озвучим. Это мы вам обещаем. Задавайте свои вопросы в нашу группу ВКонтакте «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу». ВКонтакте «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу». ВКонтакте «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу». ВКонтакте «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу» и «Бернард Шоу». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Александр Пушной, Саш, привет еще раз. Дра-ту-ти, как пишут все в интернете. Дра-ту-ти. И ты подхватил? Я подхватил. Знаете, я обожаю наш современный русский язык. Вот можно же даже не используя нецензурное выражение, но так емко выразить волнение групп масс относительно чего-либо, да? Например? Ну вот обычно, мне недавно просто я вот наткнулся как раз у себя в комментариях. Вот люди взволнованы чем-либо, да? Как мы об этом, раньше мы об этом говорили. Негодуют. У людей появилось волнение, да? Как бы видно, что им это не очень интересно. Просто волнуются, ну так себе, да? Или люди взбешены, или как правильно по-русски? Взвинчены. Да, взвинчены. А вот когда ты говоришь, что у людей по поводу чего-либо полыхнули пердаки, ты понимаешь, насколько глубоко человек задел эту социальную группу что-либо, понимаете? Слушай, ну как я понимаю, вот мне сейчас... Красиво. Мы вне эфира говорили о том, что вот эти самые действия произошли с чреслами людей, когда ты выпустил очередной кавер на этот раз на песню о СРЭ, правильно? А вот, кстати, по этому поводу отдельно полыхали, потому что не АСЕ, РЕХЕ, АСЕ РЕХЕ, а я почему-то пел АСЕГЕРЕ. Короче, была такая песня, действительно, в оригинале. Вы помните, да, люди из прошлого века, как мы под нее пытались танцевать. Я даже пытался выучить текст. И потом начиналось. Заканчивилось вот так. Так вот. Ну, я, естественно, думаю, нажму-ка я педаль. А задача была какая? Задача была именно, ну, довести песню до совершенства. В том плане, что изначально вот они пели этот припев, Это же, в принципе, ритм Такой хороший ритм, заложенный А все металюги, они берут этот ритм и делают из него один в один Все говорят, почему там паузы? Откуда там паузы? Паузы там в песне Я просто думаю, что вот после этого исполнения сейчас должна открыться такая дверка, там, где ее нет Зайти дьявол, говорит, здрасте, вы меня вызываете по какому вопросику? Зайти дьявол и скажите, а почему вы поете мои песни? Но при этом у тебя становится реально суровый вид Такой сидит душ, такой Александр Пушко, пушистый Ну как, я же хочу быть похожим на своих кумиров Это в том числе группа некогда существующих Ласкетчуп Пантера, да, Ласкетчуп Кстати, Ласкетчуп, знаете, какая интересная история? Я же почитал про группу Ласкетчуп перед тем, как ее уничтожить Они три девицы под окном, они сестры Сестры от одного папы И папу, у него прозвище было в песенной среде Ксерокс Томат Вот и ответ Друзья, у нас в гостях Александр Пушной Время от времени будем прерываться с одних песен на другие Но скоро со всем вернемся Ну а вы задавайте свои вопросы в наших группах ВКонтакте Страна ФМ и Бернард Шоу У глазуньи появились глаза Чтобы смотреть Бернард Шоу на стране ФМ Десять капель дождя У тебя на плече Ты забыла свой зонт Ты спешила ко мне Десять капель дождя На плече у тебя Десять капель любви Десять капель огня Время делает шаг Время делает круг Мы забудем друзей Мы забудем подруг Просто выпьем вина Из любви и огня Десять капель меня Десять капель тебя Твоя ладонь Горит В моих руках Любви Пожар В твоих Голос твой в тишине Околдует Околдует меня Ярким жарким огнем Встану я до утра Ты прикажешь Ты прикажешь Гори И я вспыхну Любя В этом пламени Ты В этом пламени Я Твоя Ладонь Горит В моих руках Любви Пожар Пожар В твоих Ладонь Мы приближаем зарплату Бернард Шоу на стране ФМ Да, друзья, Бернард Шоу вместе с вами Всем доброе утро Александр Пушной Другим голосом надо говорить сегодня Кстати, она смотрит больше, чем слушает Или слушает больше, чем смотрит А вот одинаково Да? Угу То есть я к тому, что я могу пантомимы показывать Абсолютно Можешь, только те, кто тебя слушает, их не увидят Вот и все Парадокс Ты думаешь, что те, кто их увидит, что-нибудь поймут тоже? Покажи так, чтобы тебя услышали Да Саша, слушай, вот мы начали говорить о кумерах, да? Прозвучала пантера, а кто еще? А у меня классическое образование Ози, Диси Не Ози, мимо прошел Диси Я знаю, отвечу за тебя Металька Нет, началось все очень просто Вы можете догадаться Зеппелин? Лед Зеппелин? Нет Классическое Абадзинский? Рокерское образование Вагнер С чего начинается? Цой? Ну, нет, нет Цой, Вагнер Чуть-чуть не попали Ну, давайте, давайте У нас Кутузов вообще по музыке Ты имеешь в виду классическую музыку? Нет, я имею в виду классическую музыку Ну, Битлз тогда, ну, что говоришь? Ну, естественно Без вариантов Да, потом после Битлз Все остальное Но направление было такое, да Битлз, потом Дип Эппел Лед Зеппелин Потом и туда-туда После Лед Зеппелин Поехали-поехали Металлика, Пантера А Блэк Сэббот мимо? Блэк Сэббот мимо Что по тебе не скажешь? Нет, ну, кстати, да Не, ну я просто так выгляжу Слушай, еще коротенький вопрос Почему Гибсон? Скажи мне, пожалуйста Почему не Федор? Почему не Ваевские Вот эти семиструночки? Почему не Харрисон Форд? Почему Мал Гибсон? Почему не Харрисон Форд? Вы знаете, я могу Если вы хотите об этом поговорить серьезно Нам не хватит и суток Коротенечко Каждый Я за время использования инструмента В своих руках Поднял две истины Что истина номер один Зрителю И как нам сейчас-то Только что подтвердили Абсолютно по барабану На чем ты играешь? Вообще От слова совсем Когда ты слышал первый раз Битлов Ты задавался вопросом Ой, по-моему, у него из болотного ясеня гитара До сих пор об этом никто не думает Ну, слушай Ну, он играл на Лекенбекере Ну и что? И истина номер два А зачем тогда люди вот это всем занимаются? Да, то есть Одному человеку должна нравиться гитара На которой он играет Это тот, который на ней играет Кайфовать от нее Вот И этот кайф, ощущение То, что тебе нравится Оно передается дальше А поэтому Когда все спрашивают На какой мне гитаре начать Чтобы сразу стать знаменитым Надо пойти в музыкальный магазин И потрогать все И то, что тебе понравится И на ощущение И на звук И на вид Поэтому тоже Не надо забывать Что иногда люди Просто по внешнему признаку гитары выбирают Вот это и будет твое А что касается Ну, вот у меня так сложилось Что этот Гибсон Со своей историей Который у меня сейчас есть И я на нем играю Он мне нравится Я Объяснить это логически Невозможно Хотя ты заканчивал музыкальную школу По классу фортепиано Да Ну, меня родители заставили это сделать Я сделал Да И У меня как раз где-то Я заканчивал фортепиано И началась вот эта вот история С бетлами Папа подарил мне семиструнку Я начал на ней играть Шестиструнными, правда, аккордами Вот И Мне очень все понравилось Что называется Родители попросили Я сделал Пацан сказал Пацан сделал Друзья, у нас в гостях Александр Пушной Задавайте свои вопросы Сейчас у нас будет музыкальная пауза И скоро к вам вернемся У меня сегодня Обыкновенный день Я скучаю по тебе И думаю, что нужно делать Понедельник утра И я смогла починить Увидеть себя В нереальности В нереальности шагов Пустоты и облаков В нереальности потери Это прошлое Теперь Только вот Я по тебе так сильно скучаю Я по тебе так сильно скучаю Ты рядом, а я не долетаю Не долетаю Грустно мне без тебя Я по тебе так сильно скучаю Я по тебе так сильно скучаю Ты рядом, а я не долетаю Не долетаю Грустно мне без тебя У меня сегодня Обыкновенный день Вроде как всегда Только ты не здесь Ты в нереальности шагов Пустоты и облаков В нереальности потери Это прошлое, поверь Только вот Я по тебе так сильно скучаю Я по тебе так сильно скучаю Ты рядом, а я не долетаю Не долетаю Грустно мне без тебя Я по тебе так сильно скучаю Я по тебе так сильно скучаю Ты рядом, а я не долетаю Не долетаю Грустно мне без тебя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я по тебе так сильно скучаю Я по тебе так сильно скучаю Ты рядом, а я не долетаю, не долетаю Грустно мне без тебя Я по тебе так сильно скучаю Я по тебе так сильно скучаю Ты рядом, а я не долетаю, не долетаю Грустно мне без тебя Мы в курске всего. Ой, в смысле в курсе. Бернард Шоу на стране ФМ. Продолжаем разговор. У нас гостя, друзья. Александр Пушной что-то договаривает. Что-то допивает. Потому что в самый случай, когда непонятно, где лучше, в эфире или за кадром. Да, мы просто говорили только что о том, что надо было мне зарегистрировать идею, а позже. Это известный конкурс в хороших шутках, который был еще недавно в эфире. С перевертыванием песни. Да, и зарегистрировать идею нельзя. Если бы можно было зарегистрировать идею, я бы к вам сейчас приехал на другом автомобиле. Кстати, этот мне тоже устраивает, в принципе. Так вот. А по поводу регистрации. Вы знаете, что был один умный дядька, который пришел в патентное бюро и сказал, слушайте, а я правильно понимаю, что почтовый конверт не зарегистрирован? Ребята там быстренько чуть-чуть пошуршали по своим базам данных. Говорит, да. Он говорит, будьте добры, Иванов Петр Сергеевич, зарегистрируйте, пожалуйста, на меня конвертик. Люди посчитали, сколько в эту секунду человек бы получал сразу денег. Ну, просто он стал, на ровном месте бы он стал богаче, чем вся корпорация Apple. Так в итоге получилось? Нет? Конечно нет. Ему сказали, знаешь что, а мы подумали, подумали, решили, что вот как вот туда, где колесо, там же колесо у нас лежит, не запатентованное, в принципе, до сих пор. Не знает, кто его изобрел конкретно. И вот туда же положили почтовый конверт. Ну, жалко, что не удалось запатентовать Apple, потому что я помню, я ходила на ваше выступление, на тебя, у тебя чуть-чуть другая была прическа, ты был более такой пушной. Более волосистый, да, был сверху, менее волосистый. У меня вопрос вот, вот какой. Если Apple не удалось зарегистрировать, да, то свой жанр, в котором ты играешь, ты назвал «Че попало рок в одном». Ты зарегистрировал этот, брат? А его не надо регистрировать. Желающих мало. Поверь мне. Вот. Ну, это такая... Нет, на самом деле... А как бы ты его охарактеризовал, вот если бы мы сейчас писали бы статью для Википедии, «Че попало рок?» В Википедии все написано уже про меня, но самое интересное, что Википедия — это такой официальный все-таки, да, ну, как бы, источник информации. А есть еще у нас, например, «Лунка Мор». Да, я тоже читал там, забавно. Там вот про меня написано, ну, достаточно... Мне, кстати, понравилось, потому что по сравнению с тем, что пишут про остальных, у меня так достаточно все, ну, гуманно. Написано, что я развожу шкалату на то, что играю «Смоцк on the water», а они все думают, что это круто и считают себя «роцкерами». Через «ц» там это все пишется. Там еще гипсоид, да, по-моему? Гипсоноид, да. Гипсоноид. Сферический гитараст в вакууме, примерно. Вот. Ну, нет, там все достаточно, на самом деле, близко к теме, что я, значит, развожу людей на 9 тысячи нефти, значит, по поводу того, что надо что-то покупать дорогое, а на самом деле там написано, кстати, про программу «Галилео», там написано, что она иногда в кавычках несет «разумная, добрая, вечная». Иногда. Саш, слушай, вот интересная тема отдельная про «Галилео», мне кажется, нужно будет поговорить и в том числе попеть, но это после, да, по небольшому дому? Да бог с ним попеть, давайте лучше про «Галилео» расскажу. Хотел сказать, кто из нас не вырос на этой программе? Да, и мы об этом обязательно поговорим после небольшой паузы, друзья, не переключайтесь. Первое правило Бернард Шоу Никогда не говори о других шоу. Лишать тобой до боли, до хрипоты Дыханием одним не могу согреться И догорают сами собой мосты И что-то больно ранило прямо в сердце Ушли за горизонт наши корабли Я подниму над головой белый флаг Просто знай Что тебе Я не враг Драмы больше нет Нет больше драмы Время на душе Время на душе Лечит драмы Драмы больше нет Нет боли Мы побежим опять по следам своим Шагами рассекая прохладный ветер Нам пополам не разделить целый мир Ты знаешь, что мы оба с тобой в воскресе Ушли за горизонт наши корабли Остались сердце только кусочки льда Но ты знай Я с тобой Навсегда Драмы больше нет Нет больше драмы Время на душе Время на душе Лечит драмы 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 больше нет Нет драмы Больше не болит Больше не болит Больше не болит Драмы больше нет Нет больше драмы Время на душе Время на душе Лечит рамы Драмы больше нет Нет больше драмы Время на душе Время на душе Лечит рамы Драмы больше нет Нет болотных Больше не болит Больше не болит Больше не болит Не болит Слушай, смотри Страна ФМ Бернард Шоу Шоу, которое Щекочет твои пяточки Возвращаемся к вам, друзья Кирилл Исаков, Юлий Егоров, Влад Кутузов И Александр Пушной Здравствуйте Еще раз И мы так закончили предыдущий выход О программе Галилео Мы начали говорить И как-то внезапно закончили Подходят ко мне большие бородатые дяди Благодарят за счастливое детство Программа начала выходить в 2007 году Она выходила 6 лет подряд Было снято 1084 выпуска Я была страшным фанатом Это 84 выпуска Из них там порядка 400 опытов Мы сделали Ну вот Все, что можно было сделать на столе И за те деньги, которые у нас были Мы сделали Все, что можно было Сжечь Обжечь Обморозить Обморозить Понюхать Я вчера про носки смотрел эпизод Есть такие, да Действительно Никто не понимает, зачем они нужны Но есть Ну типа серебряные ниточки Все дела И не будет у вас там бактерий Будут Проверено Так вот Действительно Сейчас событие не мирового масштаба Но мы снимали программу продолжения Она называется Мега Галилео И она будет выходить на мега канале Который называется STS Love Что самое веселое Я вдруг неожиданно заметил Что нашу программу Так как там все-таки опыты серьезные Ее пометили как 16 плюс Но учитывая того, что все-таки канал называется STS Love Я увидел свою довольную рожу И написано Мега Галилео STS Love 16 плюс И вот это конечно Тогда надо саундтрек переписывать Впечатляет Там в принципе В принципе да Я думаю Может быть что-то поменял Может я не помню Что мы там снимали Может быть действительно 16 плюс Вот Так что если будет время Смотрите на STS Love эту программу А старая программа существует И к счастью Вне нас То есть она уже живет самостоятельной жизнью И показывают ее в школах По-моему Насильственным образом Мне кажется Причем На уроках труда На уроках труда Ну и тут это Телек посмотрите А я там Пойдет и лапс Это вот то самое место То есть То самое место Где у программы Стопроцентный рейтинг Все смотрят Слушай А вот Ты записал Ну Галилео в частности Саундтрек Да Заставку Многим другим программам К фильмам ты писал Я знаю Это просто Я объясню Я это очень люблю делать Потому что в принципе Не слишком сложно С одной стороны Для меня А с другой стороны Это очень приятно А с третьей стороны Я за это денег практически не прошу Ну то есть по сравнению с тем Что за это берут профессиональные Композиторы Да Я там Демпинг страшный устраиваю А Так как результат все-таки есть А какой результат Я однажды на канал СТС Ну практически подарил песню И думаю Ну и хорошо Пусть звучит И эта песня звучала 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 А потом Мне позвонили из РАУ Что такое РАУ Знаете Да Конечно И сказали Александр мы вас ищем Я такой Все Хана Блин А ты его Нашли Нет Нашли Камера Заберут А в итоге дали деньги А они говорят Тут накапало Я говорю Ребят Ну что вы Ну прекратите Я знаю сколько там Мне накапало Он говорит Ну не знаю Ну как бы у нас Вот 200 тысяч рублей Сколько Куда подъехать Бегом И оказывается за все время Существование этой программы То есть она каждый раз Когда выходит в эфир Там по 3 копейки есть И по 4 копейки Это все в принципе работает И так как она выходит На многих каналах И количество выхода Программы 6 кадров в эфир Вы знаете Да По 800 раз в день Вот По копейке штучка Не зря старался Друзья Один раз я окупил Хотя бы часть Своего музыкального оборудования И это бизнес Друзья У нас в гостях Александр Пушной Сейчас прервемся на песню Потом продолжим беседу Не забывайте задавать свои вопросы В нашей группе ВКонтакте Страна.ФМ И Бернард Шоу Шоу с именем Бернард Шоу На стране Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ай-яй-яй-яй Субтитры создавал DimaTorzok Одной из лучших музыкальных пародий В истории КВН Ну, ребята, говорите это еще раз А ты не знаешь, какая Это, конечно же, пародия настинговала Давай из лучших Я, наверное, исполнять ее не буду, смысла нет большого Расскажи, как я ее придумал Ну вот и все Следующий вопрос Когда мы выступали Это был 96-й или 97-й год Вот эти вот Прошлый век То есть, да, конец прошлого века С нами выступала одновременно команда Новые Армяне Это надо их благодарить За то, что этот номер появился Почему? Потому что армяне могли, например, В процессе выступления На визитке своей, да Вот когда идет приветствие А вдруг ни с того ни с сего Посреди всех их замечательных шуток Они могли сделать Просто врубается фанера И просто в оригинале кусочек спеть Мы, естественно, как люди Интересующиеся юмором Со стороны умных студентов НГУ Подходили, спрашивали Ребята, а почему вот вы поете Просто оригинал песни Просто в середине номера Ну, нам отвечали Там два было варианта Во-первых, потому что Гарик Мартира Асян Лучше всего поет эту песню Лучше оригинала Вот И вторая была версия, что А мы хотим просто раскачать зал Ну, типа так, драйвер Добавили драйвер Добавили драйвер Я подумал А почему именно эта песня Они говорят Ну, нам нравится Я говорю, хорошо Я себе представил Что было бы очень весело Если бы я, любитель стинга Чтобы раскачать зал Вышел бы и начал бы И народ бы доказал качаться Мне показалось это очень смешным Выходит чувак И такой песней И такой песней пытается прокачать зал Поэтому первая строчка, которая у меня была Это Армянский юмор очень сложен Там Там нужно спеть оригинал При этом даже Любую выбрать песню Вот я такую подобрал Ну, и начинаю А потом подумал Ну, как-то очень узко получается Тем более подарок конкурентам Я быстренько переделал с английского на английский И тут как бы все сошлось Что смешно англичанам И так далее И так далее Вот эта вот вставка Где, помните, он говорит Когда бабушка Это вот Дедушка храпит А бабушка не слышит Да, да, да Потому что Потому что она любит его Это на самом деле Знаете откуда? Это из что, где, когда Неожиданный заход Там был такой блиц Очень клевый Когда, значит Спрашивали подряд Знатока О высказывании Какого-то известного человека К сожалению, не помню, кого И он спрашивает Вот Когда бабушка Дедушка храпит А бабушка Бабушка что? Не слышит Правильно Я-то запомнил И потом вставил туда Это вот То, как собирается Из кусков На самом деле Слушай нас И ты будешь Лучше Чем сын маминой подруги Бернард Шоу На стране ФМ Прости Просто накопилось Я больше не могу молчать Ссылаюсь на твою милость Я на пределе Коля Это минус И бутики уже не радуют Во мне какой-то кризис Хочу побыть Я снова твой и рыбкой Как тогда Когда мы познакомились На дальних берегах Шумела галька под луной Как сказочный обряд Я помню, как была Я рада и ты рад Коля 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 Увези меня на море Какая воля, Коля Если летом нет моря Коля Коля Я реву от воли Моей кожи не хватает Морской соли Коля Коля Увези меня на море Какая воля, Коля Если летом нет моря Коля Коля Я реву от боли Моей коже не хватает Морской соли Прости, просто накопилось А помнишь, как дельфины В стая мимо яхты проносилась Я на пределе, Коля, это минус Мне пятый раз за месяц снится Как мы веселились Хочу побыть я снова твоей птичкой Как тогда, когда мы танцевали Под закатом на югах Шумели пальмы, смелый ветер твой Окутал взгляд, я помню, как была Я рада, и ты рад Коля, Коля, убежи меня на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, я реву от боли Моей коже не хватает Морской соли Коля, Коля, убежи меня на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, я реву от боли Моей коже не хватает Морской соли Коля, Коля, Коля Коля, Коля, увези меня на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, я реву от боли Моей кожи не хватает морской соли Коля, Коля, увези меня на море Какая воля, Коля, если летом нет моря Коля, Коля, я реву от боли Моей кожи не хватает морской соли Коля, 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 Коля Коля, если любишь, докажи, Коля Поморгай аварийкой Если слышишь это сообщение Бернард Шоу на стране ФМ Вернулись мы к вам, друзья Кирилл Исаков, Юлия Егорова, Влад Кутузов И Александр Пушной у нас в гостях Здравствуйте, ребзя, еще раз Саша, я вчера, когда готовилась к интервью Узнала, что ты страшно умный Страшно умный Физик по образованию И даже писал диссертацию на тему Андронного коллайдера Это называлось поперечный импеданс В трубе LHC Как оно раньше называлось Вот наш царь Выход на 6 минут Это было до того, как его запустили Конечно, я был студентом Его только проектировали Мне как студенту, аспиранту дали Посчитай Но ты заморочился там не на шутку Если бы я не посчитал Они бы не запустили Знаете, ребят, мы не можем продолжать строительство коллайдера Потому что какой-то студент в Новосибирском университете Пушной Не сделал расчет поперечного импеданса А он АПОШ делает Поперечного? Нет, тогда еще никакого ПОЖа не было А Саша просто в этот момент писал саундтрек Я могу вам рассказать, как АПОШ придумали Как я его придумал давным-давно Еще до того, как у нас была программа «Хорошие шутки» Может, вам интересно, как идеи такие всякие Рождаются How it's burned Давай, давай, давай Заинтриговал, рассказывай Смотрите, это было в 97-м году Мы поехали в Юрмалу С нашей, собственно, командой Замечательной Где мы никуда не прошли Не то, что там не завоевали никакого места Мы просто даже вылетели из эфира Это НГУ было? Это было НГУ Те самые, нет, это было вот звездные Тут самые вот только мы Эпстинга показали Только Пелагея у нас появилась Такой провал по-царски Да, провал по-царски Мы поехали туда И причем Пелагея была Все было как бы На нас ставили, естественно, ставки Да, да, команда так себя ярко заявила В одной восьмой финала Сейчас мы увидим, что там будет На Юрмском фестивале Не было ничего Но в качестве одной из идей Была такая история Что надо было повести компьютер Тогда это были компьютеры огромные То есть вы помните Системный блок, монитор Я это все с собой тащил туда Для того, чтобы там Вот осуществить идею Что выходит человек И под фонограмму говорит То есть не поет Открывает рот А идет текст Да, и в этом была какая-то фишка, идея Потом мы туда это привезли Показали в первый же день Масляков сказал Не идет А что у вас есть еще? Мы сказали Как еще? А надо еще? Ой-ой-ой У нас больше ничего нет И мы пошли Вот это, знаете, мучительное ощущение Когда тебе нужно из себя выдавливать юмор Сделать еще очень хорошо знакомый И Саков вообще знает Как никто Вот ты сидишь И надо тебе придумать смешно А тебе очень Хочется плакать Хочется плакать И рядом море Юрмала И вообще не хочется ничего напрягать И вот мы в этот момент сидели А у меня открыто был вечно Кул Эдит Про Он назывался раньше Это музыкальный Точнее аудиоредактор Ну как, как, как Снизошло озарение И мы сидим Нам не хочется ничего делать И мы сидим записываем Просто у меня же микрофон под руками Вот юмор надо придумывать А мы записываем слова типа Адзиб, Юхан и так далее И разворачиваем И нам Да Вот я помню, что люди лежали на полу Потому что если ты развернешь эти слова То, во-первых, получишь интересное слово Во-вторых Когда ты это разворачиваешь Там интонация, с которым это произносится Она неповторимая То есть получается такой смешной чмейк Вот И мы, значит, просто эти слова записывали Разворачивали Я помню, что вот Я запомнил, что лежали люди на полу Хотя было, ну, грубо говоря Не смешно Нужно было писать что-то для этого КВН несчастного И это как-то в голове отложилось И потом, когда нам Мы с уже Лазаревой Шацем Решили делать программу Хорошие шутки Нужны были конкурсы Я вдруг вспомнил Что у меня было в жизни вообще За последнее время Самого смешного Вот я начал просто вспоминать Все свои смешные моменты в жизни И вспомнил, что это был Самый угарный момент Думаю, блин А что, если это превратить в конкурс Изначально была идея такая Что давайте просто говорить Даже песен не было Просто выходит человек Что-то говорит Мы разворачиваем По кускам Обратно воспроизводим И так далее Ну и думают Ну а что Ну разговариваем Ну может быть песни Вот, давайте попробуем Ну и попробовали Ну и понеслась И понеслась Первый раз, когда была премьера Этой истории Мы еще в Киеве снимали Там, я помню, участвовало Два человека Ну как капитаны команд Тогда еще были капитаны Максим Леонидов И Юрий Стоянов И вот тогда они впервые То есть я помню, что они Что-то там загадали Вышли И для меня было понятно Что вот этот весь Тягомотный процесс обработки Это очень-очень скучно Главное получить результат На котором мы смеялись И это объективно Мне казалось смешно Но сам вот это вот Когда разворачиваешь песню Ну это же надо быстрее Я помню, когда я в первый раз Просто развернул песню И ее обратно проиграл Ничего не делая И в зале раздался смех Я подумал Ой-ой-ой Аллилуйя То есть это Это вы сейчас ржете А что будет с вами дальше Дальше будет еще смешнее Ну в общем, короче Получилось у нас, да Давай споем Что вы хотите Любимое Что-нибудь такое Завершающее Потому что у нас остается Буквально минуточка Любимое Жизнеутверждающее Жизнеутверждающее Чтобы бытричков Чтобы окончательно Разогнать народ Чтобы окончательно Разогнать народ Спою песню Которую мы пишем С моим другом Димой Бриттенбихером Он пишет слова Я пишу музыку Вы поймете, что гениальное То и другое Когда услышите эту песенку А вот как раз Новый нашего альбомчика Который можно найти Где-нибудь В интернете Называется Альбом называется Как правило Бесправил Песня называется Серо-желтая весна Погнали Я попал влюбился в стрел По колену Я уже схожу Я уже схожу с ума Виновата Ты сама Что тебя я потерял Рвет мне вены Рвет мне вены Александр Пушной Где тебя искать Куда Постучаться Невозможно Все Unreal Просто не хватает сил В навигатор я забил Там, где счастье Просыпается Ото сна Серо-желтая весна Я попал Влюбился в стрел По колену Я уже схожу с ума Виновата Ты сама Что тебя я потерял Рвет мне вены Салямба Салямба Александр Пушной Александр Пушной Друзья Это был Бернард Шоу Александр Пушной Спасибо тебе, Саша Спасибо До завтра Увидимся В 7 утра Пока-пока Пока Шоу Ради которого Изобрели колонки В твоей машине Бернард Шоу На Страна ФМ Страна ФМ Все к лучшему Просто так Возникли мысли Взлетели высоко Разбились об асфальт Ветер подхватил И не жалея сил Остатки впечатлений Унес не спросил Просто так Волной воспоминаний Унесет меня Не желая знать В ритмане В тихом городе В тихом обуде Где капканами Раскинуты Чужие полноти Песня О любви, Которой не была О любви, В которой Была бы Все, О чем давно Мечтаешь ты Чего бы Так хотела ты Песня О любви, Которой не была О любви, В которой Была бы Все, О чем бы Не мечтала ты О чем бы Не подумал ты Просто так Поперкнувшись счастьем Просто так Простужена ненастьем Все поймешь И придешь Но как бы ни старалась Меня не найдешь Через миг В горячем кофе Согреет руки И теплой кофтой Запрячет душу От зимней стужи Попережет тебя Попережет тебя От разных подлостей Глупостей Песня О любви, Которой не была О любви, В которой Была бы Все, О чем бы Не мечтала ты О чем бы Не подумал ты Песня О любви, Которой не была О любви, В которой Была бы Все, О чем давно Мечтаешь ты Чего бы Так хотела ты Песня О любви, Которой не была О любви, О любви, Была бы Все, О чем Давно Мечтаешь ты Чего бы Так хотела ты Песня о любви, которой не была О любви, в которой была бы Все, о чем бы не мечтала ты О чем бы не подумала ты Песня о любви, которой не была О любви, в которой была бы Все, о чем бы не мечтали мы Чего бы так хотели мы Слушай, смотри. Страна ФМ.